Добрый день, уважаемые коллеги, участники. Говоря о молодежной политике или молодежных инициативах, наверное, я бы в качестве такого, я не совсем приветственное слово хотел бы сказать, а, наверное, в двух словах сказать, что происходит в госкорпорации и некие наши фокусы сегодняшнего дня в том, что называется, работа с молодежью. Ну, к таким фокусам, на самом деле, мы относим как минимум три таких очень больших и глобальных направления, каждый из которых, собственно говоря, ориентирован на решение таких достаточно конкретных задач, связанных с необходимостью, если можно так выразить, омоложения атомной отрасли, не потому что она очень старая, а потому что определенное время, там, наверное, скорее, это 90-е годы, с одной стороны, приток молодежи был недостаточно большой, с другой стороны, требования к знаниям, опыту, компетенциям, профессионализму в атомной отрасли, ну, наверное, он такой, как и во многих других отраслях, и связан, условно, с необходимостью культуры безопасности, очень серьезной технологической, профессиональной подготовки и так далее. И вот, возвращаясь вот к тем, наверное, трем факторам или трем фокусам нашей деятельности, на что мы на сегодняшний день, в первую очередь, акцентируем внимание, и, на самом деле, это то, о чем, я думаю, наверное, и стоит будет поговорить в рамках круглого стола или, может быть, поделиться опытом. Ну, первое, это прежде всего, конечно, обеспечить в достаточном количестве и качестве подготовку, тех самых молодых специалистов, которые должны будут прийти в атомную отрасль, или должны прийти сегодня и должны будут прийти завтра, потому что, ну, и в рамках Атомэкспо и других программных документов вы знаете, какие амбициозные, огромные планы стоят перед российской атомной отраслью, перед госкорпорацией. Это и те планы, которые нам, собственно, на уровне правительства поставили, и те планы, которые мы сами себе сформулировали. Задачи впечатляющие, задачи огромные. И, собственно говоря, понятно, что без квалифицированного персонала, дополнительного персонала, который, ну, персонал, это такое не очень хорошее слово, без квалифицированных подготовленных специалистов, которые способны решать эти задачи, безусловно, задачи не могут быть решены, потому что решение задач — это люди всегда. И вот здесь, конечно, мы сталкиваемся с большим количеством проблем. Это и общее падение интереса, там, и к инженерным специальностям вообще, и к ряду естественных наук в частности. Если посмотреть, сколько ребят в школах выбирают в качестве выпускного экзамена физику, то, в общем, становится достаточно понятно, и там конкурсы в институтах мы видим и так далее. То есть, собственно говоря, это поднятие престижа, интереса вообще к техническим специальностям и к ядерной физике в частности. Затем, собственно говоря, кого, где, сколько готовится, и банально сопоставить потребности с возможностями. Вот это один класс направления, один из фокусов нашей деятельности, который должен решить задачку того, что, собственно говоря, для решения задач не в 12-м, а в 15-м, в 17-м, в 20-м году, сколько нам потребуется, кого и где их взять, собственно говоря. Следующий большой класс проблем — хорошо. Окей, следующий этап. Людей подготовили, они есть в нужном количестве, вышли из институтов. Дальше, а как они придут? Куда и каким образом они придут? Каким образом они узнают о том, какие у них есть возможности в атомной отрасли, каким образом их встретят, что они могут получить и так далее. То, что называется там бренд работодателя. Мы над этим сейчас очень серьезно работаем, и множество программ запущены, центры карьеры в наших вузах, которые являются членами ядерного консорциума, запускаются. И специальная программа по повышению престижа работы в атомной отрасли, и брендинг, и специальная коммуникация. Валерий Ильич Савченко, подходите. Мы вас уже ждем. Собственно говоря, задачка на уровне госкорпорации. Мы даже ставим себе такую задачку, амбициозную, как в течение определенного периода госкорпорация или атомная отрасль получила узнаваемый бренд, или как работодатель. И с точки зрения ее оценки или рейтинга некого этого бренда, мы даже хотели бы достичь неких значений, как предпочтительный работодатель. Если там не первый, не второй, то, по крайней мере, в топ-10 мы себя должны видеть. И тем самым должны создать некий механизм, который бы молодых людей, молодых выпускников, специалистов, собственно говоря, употребляю такое слово, притягивал бы. Ну и третье направление – это хорошо, окей, их выпустили, подготовили, мы для них все рассказали, они готовы прийти в АТО, что они получают, приходя в АТО, зачем они приходят в АТО. Это вот такой целый класс тоже, который называется, скорее, работа с молодежью или молодежная политика, которая должна ответить на вопросы, а что, собственно говоря, ожидает молодой специалист, приходя в АТО с точки зрения возможностей для развития, возможностей для реализации, возможностей для карьерного роста, возможностей для профессионального роста, кем он, в конце концов, может стать в 10-15 лет, как он может развиваться, что для этого нужно сделать. На все эти вопросы мы также сегодня стремимся формализовать и дать ответы молодым специалистам, которые заинтересованы и приходят в АТО с тем, чтобы… Ну, там есть такие, например, карьерные лестницы, карьерные траектории и так далее. Вот, над этими проблемами мы сегодня достаточно активно работаем. Вот, Валерий Вячеславович, я его почему позвал сюда представиться, после моего выступительного слова, как раз тот человек, который практически за все эти направления, в которых я сказал, отвечает, является директором данного проекта и за все эти направления, собственно говоря, несет полную ответственность. Причем проект такой неоднодневный, да, те задачи, о которых я сказал, это невозможно решить за полгода, за год. Это проект, ну, скажем, не разовый или не единоразовый, это проект на долгие годы вперед, с задачкой очень четкого, спланированного обеспечения потребностей, стратегических потребностей атомной отрасли с точки зрения количества и качества тех самых компетенций, которые будут необходимы атомной отрасли. Ну вот, наверное, если в двух словах я так вот короткими мазками обрисовал то, что мы делаем, наверное, коллеги, которые участвуют, смогут что-то дополнительное рассказать, сможем обменяться опытом, как решаются эти вопросы. в других странах, и я думаю, что дискуссия будет носить полезный характер для того, чтобы, может быть, увидеть что-то, то, чего мы, может быть, не увидели до сих пор. Спасибо. Спасибо.